С рулеткой в руках по дачным улицам. Сегодня инспекторы надзорной деятельности отправились в садовое общество «Заря», чтобы проверить ширину улиц. Сможет ли спецтехника МЧС в случае ЧП проехать до места происшествия? Это и предстояло выяснить. К рейду присоединилась и съемочная группа «Челны-24». Тушение пожаров в садовых обществах осложняется тем, что спецтехника не может свободно проезжать по узким улицам. Пожарным приходится либо искать обходные пути, либо добираться до места ЧП пешком. Представляет от забора до забора 3,5 метра. Именно столько метров по правилам пожарной безопасности должна иметь ширина проезжей части улицы в дачных поселках. Спецтехника проехать здесь сможет, но из-за разросшихся по забору насаждений пожарным будет затруднительно достать оборудование для тушения огня. Сказать надо председателю, что вот эти весь огня, что они убирали каждый, вот можно чистить свои, а люди не чистят. Вот что председатель заставил, чтобы убрать. Работа ведется с садоводами, это по вырубке насаждений, которые за забором 40 сантиметров от забора тоже садоводы должны убирать. Но, как правило, к этому они относятся спустя рукава. Никому это не нужно, что у меня за забором, это никому ничто не касается. Пройдя дальше, инспекторы надзорной деятельности обнаружили улицу, ширина которой не соответствует нормативам. И таких, как оказалось, в садовом обществе много. И на выявленные нарушения председателю ЗАРИ указывали не раз. Разворотные площадки здесь вообще отсутствуют, как в данном, значит, у нас получается, в Т-образном перекрестке. То есть стоит даже бетонный столб по обеим сторонам столбы. То есть нет никакой возможности нашему пожарной технике, автомобилю Кормасту. Председателю садового общества ЗАРИ выписано предписание. До марта следующего года необходимо решить проблему с расширением улиц. Также их надо освободить от кустов и прочей зелени. Если замечания будут проигнорированы, МЧС обратится в суд. А чтобы напомнить о мерах пожарной безопасности, сегодня садоводам раздали памятки.